Приветствую, уважаемые друзья в социальных сетях, и приглашаю в свою скромную студию АркТВ в Ютубе, где подавляющее большинство вас, и мне приятно об этом говорить, со мной, как не устаю повторять на одной украинской волне. И говорить сегодня с вами будем в нынешних украинских реалиях военного 2023-го, всё-таки о жизни и футболе, и многие из вас, конечно же, держат руку на пульсе нынешних украинских реалий, но в том числе и, слава богу, жизнь продолжается, а вместе с ней и футбол стараются следить за украинским футболом вообще, и легендарным клубом «Динамо Киев» в частности. И поэтому многие знакомы с радиопрограммой, которую не раз представлял и в своём Ютуб-канале, и в своём блоге на Шурике «Радио Филадельфия» 106.5 FM. И те из вас, которые слушали и слышали, конечно же, знают эту программу «Украинский завтрак» на радио «Филадельфия» 106.5 FM с Антоном и Дмитрием Комаровыми. И сегодня в этой программе Дмитрий Комаров говорил, в программе, которая звучит утром с 8 до 10 по местному времени здесь, в Филадельфии, откуда я веду этот мини-репортаж, так сказать, и говорил сегодня о футболе и жизни. Смотрите, слушайте, но смотрите в меру, конечно, того, что видно. Новости без политики И радостная новость заключается в том, что один из самых сильнейших... Ой, один из... Это у меня от эмоциональности... У меня даже микрофон начал разваливаться. Один из самых сильнейших турниров футбольных начался. Заканчивается этот вот нудный, долгий летний перерыв. И мы, наконец-то, любители футбола, будем смотреть серьезные настоящие матчи. Чемпионат Украины по футболу сегодня начинает свою работу. Буквально таки. И прям сразу двумя замечательными матчами. Во-первых, Абалонь играет с Колосом. Буквально через 15 минут, ребята, кто вот помнит лозунг... Бандиты должны сидеть в тюрьмах, Абалонь играть в Лиге Чемпионов. Пожалуйста, присоединяйтесь к просмотру. Я не знаю, будет ли этот просмотр или нет. Я, кстати, вчера искал Ворскла Дина. Это Лига Конференций. Вторая... Второй квалифай Ворскла выиграла 2-1. Я поискал трансляцию, я так и не нашел. Может, она и была... Ну, я не сильно искал, честно говоря. Ну, как бы это сейчас усложнено. А в 19-0 играет Полися, за которым я собираюсь следить пристально. Я вот точно буду осмотреть этот футбольчик. Посмотрю, как команда под флагом АТБ... Будет ли она раздавать, например, пакетики с едой, например... Хотя бы просто пакетики. Хотя бы просто пакетики. Ты меня узнаешь по пакету АТБ. Да, 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 да. Раз уж ты про футбол, то и я расскажу про футбол. Внезапно, да. Да, внезапно. Ну, в порядке вставить свои, как говорится, пять копеек. Я надеюсь, что у вас достаточно чувства юмора. Зато для того, чтобы вы понимали, что где-то они говорят с юмором, где-то троллят, конечно. Но вот что касается Полесья, я от себя добавлю, что я тоже буду следить за Полесье. Это житомирская команда, которую возглавляет легендарный, слава Богу, здравствующий динамовец Юрий Калитвинцев, который с гордостью считает себя питомцев Валерия Лобановского. Царствие ему небесное. Земля Пухома Юрика Литвинцеву, дай Бог, до 120 и в этой команде будет играть. Об этом я тоже уже писал в своем блоге легендарный украинский боксер Александр Усик. Впрочем, мы услышали, что подключился и брат Дмитрия Антон. И давайте послушаем его. Ты говорил, что ты участвовал в посадке деревьев. Миллиард деревьев и так далее. И футбольный клуб из Познани решил украсть вот эту идею. Футбольный клуб Варта называется. Можно было бы подумать, что он откуда-нибудь из Украины на самом деле. Решил в этом сезоне сажать по 111 деревьев в честь каждого забитого гола. Вот спортсмены проводят акцию третий раз. И благодаря ей уже появилось почти 8 тысяч дубов, кленов и плодовых деревьев. Новый сезон польского чемпионата начался до 4 июля. И пока что ни одного дерева не посажено. Вот, вот. А если мы понимаем... Ну до этого-то почти 8 тысяч деревьев. Вот так они в прошлом году подосажались, в этом году думают, ну нет, ребята. Два раза мы на эту фигню не попадемся. Тяжело копать мозоли на руках, поэтому мы будем проигрывать. Да, а если бы вот, смотри, а если бы за каждый забитый гол они сажали 111 деревьев, а за каждый не забитый сажали бы 200 деревьев. Ооо, вот тогда бы, я тебе скажу, реализация резко повысилась бы у этого клуба Варта. Надо им эту мысль подсказать. А в Таганроге на месте, значит, этого взрыва в кафе Чехов сад найдены осколки от неизвестного снаряда. Ну, он мог быть там заложен в качестве фугаса, да, ну, а мог прилететь. И число пострадавших там под завалами и все прочее возросло до 12 человек. Ну, не так, чтобы и много, но и, в общем, и 12 человек тоже нас вполне... Ну, единственный позитив, понятно, что я лично никому там не желаю никаких плохих. Это единственный, что здесь позитив в том плане, что, ну, и жители Таганрога тоже должны понимать, что к ним может прилететь, что их государство развязало войну, ну, поэтому вы там не думаете, что там мы злорадствуем, да, как-то... Моя злорадствую. Не, вот ты злорадствуешь, а я нет. Ну, просто жители Таганрога должны понимать, какие последствия у действий их президента. Я надеюсь, что вы тоже прекрасно понимаете, что каждый из братьев имеет право на свою точку зрения. У меня в блоге на шурике «Динам Киев Юэй», напомню, на этом сайте, популярном по обе стороны океана, есть даже рубрика такая «Точки зрения». Вот, имея это в виду, давайте продолжим слушать «Украинский завтрак» на радио «Филадельфия» 106.5 FM с Антонами Дмитрием Комаровыми. Ну да. Так, ну да. А я тебе расскажу детективную историю. И тебе, и нашим радиослушателям расскажу. Вэллы Калэп, ну я даже бы сказал детективную историю. Короче, у нас есть... У нас же есть Украинская Ассоциация Футбола. У нас есть Павелка, у нас есть всякие вот эти люди, которые сидят под тюрьмом и продолжают... Прямо у нас политические заключенные куда ни плюнь. То Стрелков, то Павелка, то Навальный. Ну да вот. И при этом продолжают руководить вот этой самой Украинской Ассоциацией Футбола и... Ну здесь помехи у них, но не страшно будет нормально, надеюсь. И куда ты пропал? Да я знаю, что я пропал. Я видел это. Я же от эмоциональности еще раз стукнул по микрофону. Так вот. Сидит Павелка в тюрьме. И тратит деньги на адвокатов. А деньги он тратит не свои. А этого самого вот объединения... Да, а казенные денежки-то он тратит. Красавица. Да, подожди. Это только первый пункт. Значит, чемпионат Украины, который организовывается, он состоит из разных вещей. В том числе он состоит из систем видеоарбитра, видеореферента, видеообслуживания. Короче, ВАР, так называемый. Да, и вот в прошлом году ВАР этот самый покупался, ну не покупался, а оплачивался. Оплачивались услуги ВАРа, оплачивались украинской премьер-лигой. А в этом году предложили клубам. А в этом году, да. В этом году говорят, ребят, денег нету, вы, пожалуйста, оплачивайте сами. И вот это как бы преамбула все было. Ага. А вот теперь есть такая команда РУХ из Львова. Они написали письмо в Украинскую ассоциацию футбола и в УПЛ с требованием, ну поскольку они члены УПЛ, да, вот это все. Ну а не требуют, чтобы Украинская ассоциация футбола отчиталась перед клубами про вырученные бабки. Ну потому что клубы платят за участие в чемпионате, платят там за, ну они там продают спонсор чемпионата есть, да, вот это вот все. То есть в Украинской ассоциации футбола крутятся довольно большие деньги на самом деле. И Павелко там держится за это не потому что он там фанат футбола, а там большие бабки крутятся. И РУХ пишет, пожалуйста, отчитайтесь про бабки за последние три сезона. Потому что типа, а что происходит? Ну например, например, только с контракта от спонсора, титульного спонсора премьер-лиги, там значит у них 200 тысяч долларов в год. Ну например. И так далее. И мы вам, ну и РУХ говорит, мы вам делегировали свои права, свои имена, вот это все делегировали, а где, а вы нас еще и заставляете платить за ВАР. Нет, история с ВАРом вкурвила очень сильно всех, реально. Ну типа, говорят, да вы что, вообще мы дурели что ли? Видимо, вся эта очень костная структура, везде уже давно там, да, принято отчитываться о деньгах, а здесь, видимо, до сих пор до этого не доходило. И дальше самое интересное. Да, а вот эти вот деньги, ну короче, вот эти вот права, свои, ну клубы, права, имена и вот это все делегировали. Как там было прописано, целевое назначение было. Мы вам даем свои права, а вы за это приобретаете ВАР. Понимаешь, там целевое назначение этого было. А тут выходит такой облом. Короче, РУХ пишет, что если в течение трех дней вы не дадите нам отчет, где бабки, мы идем в Государственное бюро расследования и начинаем, значит, судебный процесс по вашему поводу. Ну не судебный, уголовный процесс по вашему поводу. И прям, ха-ха, это прям, я аплодирую команде РУХ. Ну, потому что у РУХ они очень много денег, на самом деле. Они там держатся, там, за счет, там, действительно, небольших очень спонсоров. И они реально считают каждую копейку. Ну, это, типа, не Ахметов и не Суркис. Ну, при том, что там у Суркиса они сильно сейчас много бабла. Ну, даже это и не Ахметов и не Суркис, и не Буткевич, который, значит, полисия содержит, да? А у них там очень-то маленькая такая вся история. И они говорят, а подождите, а где наши 25 рублей там? Ну, остальные просто 25 рублей эти не заметили, а для них это деньги. И говорят, или в течение трех дней вы отвечаете нас, или... Ха-ха-ха-ха-ха, мы идем в ДБР. Это классная история. Нет, конечно, это очень печально. Это еще одно доказательство, что у нас, значит, украинский футбол коррумпирован снизу-доверху. Что у нас сидит скоты, сидят в руководстве. Они даже не в руководстве, они сидят в руководстве и в тюрьме одновременно, понимаешь? То есть, что само по себе довольно интересно. Но то, что клубы уже настолько от этого состояния, ну, они настолько офигели от всего этого, что они начинают идти по судам уже, ну, это позитивный признак. Я надеюсь, что вот таким вот образом все это болото будет разогнано. Ну, точку зрения Дмитрия Комарова вы, надеюсь, услышали. Конечно, это его точка зрения и ярлыки, которые я не приветствую, и обобщение. В общем-то, тоже как журналист должен подниматься над схваткой, как говорится, и над сленгом, который порой слышится в подаче материала. Но, как говорит один из украинских тренеров, то таке. Я тоже давал о начале чемпионата. И буквально вчера на Шурике, повторяю, сайт DynamoKiv.ua, вот в моем блоге напечатал сквозь призму военного времени. И вы, конечно же, услышали тоже вот эти реалии в украинском футболе, и то, что Рух не захотел с ними считаться, и его, вроде бы, как мы уже слышали о Дмитрия, поддерживают многие украинские клубы. Это мы с вами слышали. Кроме того, сегодня я уже прочитал, и советую вам тоже, я дам ссылку. Это высказался по поводу предстоящего чемпионата Украины Леонид Буряк, мой земляк. Видите, прям получается, в общем-то, рифма. Динамо – фаворит в чемпионской гонке. Так озаглавлено интервью с Леонидом Буряком. Дам ссылку, будет желание, прочитайте. И я от души благодарю всех, повторяю, кто со мной на одной украинской волне. В моей Ютуб-программе «Арк ТВ» в Ютубе. И от всей души, конечно же, желаю болельщикам и не только «Киевского Динамо». Ну, «Киевского Динамо» – это для меня, как не раз уже писал, говорил, конечно же, родной до боли клуб. И писал «Почему». Но приглашаю всех не только в мою скромную студию «Арк ТВ», но я даю часто ссылки на хорошие, как говорится, адекватные программы. И люди за это благодарят, пишут и в личку, и комментарии. И я от всей души желаю, дорогие друзья, подписчики и не подписчики, люди, если вы люди, будьте все здоровы, благополучны. Оставайтесь, несмотря ни на что, оптимистами. Бог даст, как поётся в одной украинской песне «Усе будет доброе», и главная победа будет достигнута украинцами. И как рекомендует наш друг Фейсбук и Ютуб тоже, ставьте лайки, подписывайтесь, делитесь этим видео. Бог даст, увидимся, Бог даст, услышимся. Искренне ваш из Филадельфии, Дэви Аркадьев, сегодня 28 июля 2023 года.